Девушки отдыхают Я ждал 10-го, потом числа 12-го или 13-го, попробовал позвонить У нас работа была такая, завалили никак Кое-как мы еще первый раз так задержались на 2 недели Мы пруды восстанавливали и дорогу делали Я все слежу там Слежу там и за прудами, как вы восстанавливаете Как в экскурсию по прудам повели там Своих этих, прям как Мошера Бейну впереди идете Там по пустыне, за вами Никита вон Мы все выставляем в интернет, вы не против? А? Мы в интернет А что речь? Что, первый раз, что ли, мы с вами беседуем? Ну ладно, ладно Я не первый раз Но чтобы вы не против, ничего не имеете Ну, как и что против, что нам скрывать? Правильно, молодец Чтобы разбудить Молодец, рассказывай Ну и милостью Божию так, поживаю Ну еще что вы видели у нас? Ну что, последнее, это как там это, грейдером там самодельным Он Никита круг тянет, а вы за ним это Как копали Никита с этим С Володей копали Потом вы копали Там собака вам помогала Бегала, все копала Все, все слежу Все, все досье у меня на вас лежит Я слежу Как это, вы там, ну, я не читал Просто вы там рассказывали, что какой-то священник Дудин на вас еще А на АЭС кто-то еще, не знаю Того я вообще не знаю Скуратовский, Скуратовский из США Виктор Ясно, ну я не знаю Так, у меня скайп, разговор через 5 минут прерывается Так что успей сказать Он что-то у меня барахлит В общем, что я сделал Для этого, для школы В общем, я сделал вопросники такие Значит, предание церкви О крещении младенцев О церкви и о существовании ада и рая Вопросы и сразу же ответ Из священного писания Чтобы человек вот тут же заполнял И еще освященцы Это я уже и сдал Значит, о существовании ада и рая Что обещал Христос разбуден на кресте Луке 23, 43 И вот он должен выписать Найти в Библии и выписать Потом, каким образом вознесся спаситель Деяние 1, 9, Лука 24, 51 Где видел спасителя, первомученик Архидиакон Стефан Куда был восхищен апостол Павел И вот так вот все Сначала о рае, потом о аде Вот И заполнив вот это вот Ученик, он оставляет у себя И уже он эту тему знает О церкви Что такое церковь И в Ефесянам 1, 23 Откровение 19, 7, 21, 9 Кто является главой церкви Это Какую цену искуплена церковь 1 Петра 1, 18, 19 Кого призвал искупить Христос Кого привел искупить Христос Кому доверено блюсти церковь Христову Ефесянам 4, 11, 1 Петра 5, 1 Ну, что пастырем И вот такие вот Это 11 вопросов А рае 10 вопросов О крещении младенцев Вот тоже такое же Вот Ну, здесь могут ли неразумные дети Принять благодать Божию Действует ли благодать Божия Независимо от нашего разума Иеремии, там Псалом, Луки Потом, значит Что необходимо для крещения Там вера А могут ли младенцы Ну Потом по вере и других Вот тоже 11 вопросов И так же предания церкви Ну, примерно вы поняли Да Как вам это дело? Хорошее, молодец Подходящее? Очень даже Обнимаю Спасибо, Господи Рад Вот я с вами поделился Хотел это самое Вот Сервоники ваши Я видел Ну, слежу Слежу за вами Внимательно Как КГБ не следило Православные следим Мы Блюдим Ну, слава Богу Вот Давай, говори Быстрее, что есть А то сейчас прервет меня А А вы не могли бы мне У Михаила есть скайп Вот С Ириной Чтоб я с ним поговорил Не знаю даже Понятия не имею У нас связи никакой нету О, как плохо А что же он так Он против меня Что мы с патриархией дружим Он Агафангела Одесского Пашковского А он что Не в московской патриархии? Нет Московскую патриархию Они не считают Благодатной даже Так я считал Его трезвым человеком Нет Там никакой трезвости нету Они на меня очень сильно Вот тебе на Павел устроил здесь Это самое Ну Павла я тоже смотрел Вот печально Сколько мы с ним Великих дел сделали Да С Павлом Проповедовали это И вдруг такой вот И Михаил тоже Михаил Михаил вот так Он самомнением занялся И никого не слышит Главный вопрос Что московская патриархия Это не церковь А мы никогда Мы на это не пойдем Мы считаем Московскую патриархию Благодатной церковью Ой Вот Людей просто бес Вот крутит Как это Что вот Разделение Зачем разделяться Надо наоборот Чтобы церковь была едина Надо Армян Коптов Эфиопов Вот а Вы всегда Вот говорите Про пять Пять церквей Вы эфиопов Забываете Эфиопы Копты Такая же церковь Древняя церковь Имеющая Рамкоположение Это Вполне законная Церковь Имеющая Апостольское Приемство Все Таинства Сем Имеет Апостольское Приемство И Никакого сомнения Быть не может Что она Благодатная Вот Так же Коптская Она к Коптской Пошла И еще Вот вопрос Я считаю Ну По вашим меркам Должна быть еще Ассирийская Церковь Востока Она тоже Имеет Апостольское Приемство У нее есть Свои там Чудотворства Вот Они не старяне Вот как бы Эти все Православные Это Худо-бедно А они не старяне Вот Вы их Не поминаете Никогда Ну может и правильно Это как вот Вы Их принципиально Или просто Забываете Нет Я не забываю Я знаю Что есть Некоторые Разночтения Мне достаточно Назвать главное Когда говорим Православное Это означает И старообрядцы Приемлющие Священство Я говорю Католики Это и старо-католики Все правильно Вот Но Дело в том Что нет Вы понимаете Вот если вы Я согласен Что если говорить Армяне То туда входят И сирийцы И копты И эфиопы И индийцы И они Те же самые Православные Почему То есть Почему Они имеют Между собой Общение Как бы Евфаристическое Они могут Друг другом Причащаться Поэтому Я согласен А вот Ассирийцы Они с ними Не причащаются Не с нами Не причащаются Они У них Священное Писание Обрезано Они там Не признают Там послание Иуда Откровение Не признают Но Они имеют В рукоположении Апостольское Приемство Это точно Не стареяне У них Вот В принципе Они церковь Потому что Таинство Они сохранили Там Худо-бедно И как бы Ну Вот У них есть Такие вот Свои Жучки Скажем Непонятные Вот Но тем не менее Как сказать Все-таки Церковь Это же не протестанты Никто-нибудь А апостольская церковь У кого У кого У кого Положение Есть Вот Вы так же считаете? Да Ну Слава Богу Я рад Что у нас Такое С вами Согласие Да Нам А что Что Мало Что Да Конечно Согласие Во всем Слава Богу Во всем Согласие Я-то сам В московской Патриархии Вот сегодня Причащался Я там Причащаюсь Там Исповедуюсь Самая Московская Патриархия Я И искать Никогда Не буду Чужого Что Не надо Господь Меня здесь Поставил И здесь Я Всю жизнь И буду Вот Для спасения Этого Достаточно Что там Смотрел Там Как с Алимом Выбеседовали Там Паренек Такой Ну Как Мужчина Сатарстана Ищет Просто Его Все Там Забивают Со всех Сторон По Язычеству Разному Он ходит Там С кем Только Не знакомится Все Он Заговор Ищет Против Церкви Да И Против Спасения Христа Надо Искать Христа Христа И Чтобы Ощутил Личным Спасителем Своим Христа Да Чтобы Христа Не спасусь Мой Личный Спаситель Он Нам И у меня Кровью Все Все Вот это Вот Необходимо И в церкви Не надо Это все Язычество Хитромудрости Там Сколько Там Католики Там Спрятали Евангелие От нас Это Вот Ну Такое Вот Я Чего-то Разболтался Ну Вот Мы Трудно Нынче Закончили Потому Что С материалом Нас Порубили И мы Другую Работу Делали Там Деревья Валили С дорогой И привезли Остаток Лесу Досок Только За два Дня И за два Дня Мы там Замерзали С потемок До потемок Успели Вчера Выехать А щебень И щебень То привезли Щебень Должи привезти Только завтра Потому что Дорога К нам Затрудненная Они ждут Когда замерзет А разровнять То можно Его Я вызову Отсюда Телефоном Грейдеры А Можно Да Сам рабочий Принес Слышали Сколько мы За щебень Заплатили Я Вот это Вот Как бы Мимо ушей Пропускал 237 тысяч Ну Значит Я Сам цен Не знаю Вот этого Всего Сам я Тоже Как те Священники Ничего Своими руками Путного Не сделал Ни дороги Не построил Ничего Поэтому Я Цен Не знаю Я В общем Вы видели Какой труд Мы сделали Сколько ушло Сколько деревьев Пришлось убирать Около 300 Деревьев Спилили Только Видел Еще там Узи пруда Там Вот это Вот Нарошь Да Спуски Очень И Очень Трудно Было Не Знали Как Этот Тоннель Пробивали Который Там Под Дорогой Шел Он Уже Лет 50 Как Полностью Зарос Там И Ребята Киркой Там Ломами Рубили Кое Как Прошли Его Ну Настоящее Метро Ну Слава Богу Будет Проходить Вода Будет Главное Вода Чтобы Пошла Весной Туда Иначе Она Будет Размывать Ну Вот Так Мы Видели Как Бедствуют Они Решили Помочь И Три С Половина Месяца Мы Там Просто Врубались Ну Я Знаю Ну Вот В конце Вы Взялись Как Раз Так И Три Три Пруда Три Пруда Не Один А Три Пруда Я Знаю Знаю Вы От Одного К Другому Пруду Повели Это Как По Шаробейну За вами Там Все Минуту Подожди Подожди Все Говори С Миром Были И Собрания И Все Но Они Остались Следующие Уже Не Вошли Туда У У меня Вчера Была Уже Закончена Папка Я Нет Нет Я Потом Приготовлю Под номером 20 Выйдет У меня Я Папку Вам Перешлю А вы Тогда Уже Загоняйте Все Да Именно Ставь Все Уже Ну Все Давай С Богом Благодарю Дорогая Вот видите Что Мы Делаем Записи А потом Их Отсылаем В другой Город Иногда Очень Далеко В центр России Там Конвертируют Ставят Под замок А уже Замки Я Снимаю И смотрю Когда Что Изменить Название Или как Уже Выставляю На всеобщее Обозрение Понятно Я Вот Это Последний Наш Разговор Я Искал Вы Нашли Его Я Его Нашел Там Оказывается Поставили Это Беседа С Игорем Ильяным А я Сергий Нет Ну Может Быть Может Быть Поэтому Я его Долго Искал Случайно Нашел Случайно Ну Слава Богу Если так Это было Сделано Вот А Под ним Мы как раз Договорились Я же Скал Там Вы мне Послали Очень Интересное Там Ну Я просил Вас Там Какого Профессора Там Это О числе Семь Книгу И потом Я нашел Ее Почитал Там Все нормально Да Вот Это Какой Профессор Говорит А я Не знаю Надо посмотреть Который Математик Библию Число Семь А Петров Петров Да Иван Иван Петрович Панин Да И я Посмотрел Это Почитал Там Вы выложили А искал Долго Потому что Ошиблись С именем Моим Ну ничего Хорошо Слава Богу Виноват Прости Пожалуйста Главное Нашел Главное Нашел Мы еще Не добавляем Как есть Так и ставим Никогда не шлифуем Ничего Ни одного кадра Не убираем А зачем это лукавство Да Можно и не снимать Тогда совсем Если Что-то Редактировать Именно так Я доверяю Своим считателям Мне говорят Вот вы могли бы Это не говорить А вот Я когда Отсидел Вернулся То как Репрессированному По Ну Репрессированные Мне должны Дать Дела Дела И я там Сидел в краевой прокуратуре Выписывал Ну и что против меня Свидетели были Плохо Я все поместил И мне говорят Зачем вы это Я говорю А я не шлифую Свою биографию Я говорю Как есть Я очень уважаю Своих считателей Я доверяюсь им Я написал Я написал все Что же свидетели Против меня Говорили Ну и Слава Богу Правильно Помоги Господи Я очень Опечален Никогда Не подумал Про Михаила Я всегда Его умным Считал Трезвым человеком Всегда пример Брал с него С него С Павла Я был Мальчишкой Они меня учили А теперь Оказалось И тот И другой Прости Господи Не, ну Павел Понятно хоть А Михаил Вообще не могу понять Ну Михаил Михаил Даже несколько Можно его понять Понимаете Что они коснулись Очень нехороших Дел Патриархии И в это время У него там Зять Женатый на его жене Писатель Георгиев Георгий Кажется Щеркасов Георгиевский Писатель Белой игры Он в Москве И они там Очень сильно Враждуется Патриархией Ну и Когда вот это пошло Как бы к объединению Ну это не объединение А признание Канонического общения Ах то Ну они восстали против А раз против пошли Значит отверглись А дальше только Уже лавиной пошло Все обвинения Все что они говорят О патриархии Я знаю У меня помещено В книгах Но мы никогда Не отрицали Благодатности Имеем общение Вы видели Как к нам Митрополит Сергий Приезжал Ты видели? Видел И как причащались Вы видели Как слово говорили Все это Мало того Я еще скачал Там неинтересные вещи Что на память осталось Из ваших слов Мне там понравилась Проповедь ваша Ну вот разделение Всегда мне А вы нашу свадьбу видели? Свадьбу видели? Нет Свадьбу не видел А посмотрите Мы ездили когда В благовестие далеко Во Франции Познакомились с девушкой И она приехала Из-за нашего благовестника Вышла замуж Сейчас в школе работает Ну я знаю В очках такой Да Да Виктор И вы посмотрите Там найдете Бракососчитание называется Хорошо Посмотрю Посмотрю Сегодня посмотрю Тем более Вы возьмите От начала Как наш Ютуб Ну это летом было Поэтому сколько там У нас было роликов Вы быстро найдете Там видно Какой концерт Бракососчитание Я вот не понимаю Понимаете Вот в 80-х годах Была у нас одна церковь Православная Худо-бедно Были всякие КГБ Ну я при Владимире Цветкой был КГБ нас гнобило Мы собирались по домам Изучали священное писание Вы помните при вас Да Ну было всяко Были там и предатели Священники И знали что мы подписаны Эти священники Но все равно Мы Говорим простым языком Не выпендривались Церковь не рушили Как было Так и осталось Да Сейчас объединилось Ну слава Богу Что Господь объединил Единение Сейчас Ну Церковь больна Она всегда была больна Не было такого периода Чтобы в церкви Не было какой-нибудь болячки Какого-нибудь Не было Плевел Всегда были плевелы И Всегда плевелы были Ну если из церкви уходить из-за этого Ну это глупость Просто страшно Ну зачем Делать А вы знаете Что сейчас в России Тех которые не подчинились Не приняли акт О каноническом общении С патриархией 13 юрисдикций православных 13 уже Вот Вот Это все Это все безумие Ну как Как вот А как Сатана говорит Просил чтобы Сеял как пшеницу Сеял как пшеницу И каждый из них Чуть ли не единственный в мире Да и друг с другом они не знают Друг с другом-то нет общения Ну А в церкви Ну взять Всю историю Всю историю Никогда не было Чтобы В церкви было все гладко Всегда И в средние века И всегда Руко не стучи Сергей Тут отражается А Прошу прощения Всегда Всегда были искушения Всегда Всегда были неправильные Всегда была И симония была А взять вот Хорошо Ну ладно Мы мученики Допустим Наша церковь У нас Нас Гнобило Гнало КГБ Мы не могли там Купель строить Купели строить Гвоздя не могли забить А посмотрел я Другие церкви Вот сейчас У меня все службы Литургии записаны Крещение Я все таинства собираю Вот у других У православных церквей У католиков У армян Ничем не лучше Вы знаете Греки Крестят Так же Обливанием Им никто не мешал Купели строить Как и мы Крестят Вот Мало того У нас хоть попы Большинство Крестятся Крест накладут Себя нормально Вот А у них там Балалайчники Я не понимаю Он то ли крестит То ли части тела Я понимаю Я могу там Рот перекрестить Они пуговки чистят Пуговки чистят Вот Кто Это самое А Там Вы смотришь Литургии Слушаешь Он Перед причастием 32 креста положит И все И ни одного Нормально не положит Я думаю Что он делает Там Пожилой Человек Такой Пожилой священник В ужасе А у них не было того Что у нас Они не видели Ни гонения Ни на них никто Ни вишняков Кулаком не стучал В это Не запрещали их А то же самое Еще хуже Чем у нас У нас сейчас Хоть епископы есть Которые в реках Крестят Поэтому Наша церковь Она еще встанет Поднимется И еще Поведет за собой Вот Как только мы смогли Ну постепенно Не сразу Годами Но Отказываться От церкви Это большая Глупость И большой Большой грех Вот Рвать церковь Христову Вот это меня Всегда Вот Я вот тоже Как и вы Я И у католика Возьму благословение И с армянином Со священником Найду Да и с мирян Найду Общий язык Вот Главное что Главное Христос И они меня Понимают Люди Вот как бы Инославные Ну От церковь Есть церковь Я считаю Что нужно Наоборот Объединение Даже несмотря Там Какие у них Обряды Может какие-то Немощи есть И у нас Полно Всякого Нехорошего И у них Объединяться Надо Просто А потом уже Подгонять Под Повединоцело Желательно Как в первом веке Христианство Вот это Вот надо Как в первом веках Я так считаю А что Вот это Разделение Вот это Хитон Христов Драть Вот это Самое Последнее Дело Вот Сомневаюсь Что он Стал Святей Михаил От того Что он Шел из церкви Что он Святей Стал От этого Или Правильней Он Так Как я Если Будет Спасаться Будет Молиться Будет Исповедоваться Я те же Самые Имею Как и он Все Те же Преференции И ничего У него нет Передо мною Так У него У него У него Уже И там Начались Нелады Ну вот Это Вот Такое Вот Если Зацепил Бес Это Вот Понимаете Если Ушел К еретикам К адвентистам Баптистам Вот Вернуть Человека Легче В православие Потому что Объяснить Там Ну Что не церковь Что то Вот Заблуждение А когда Бес Ногтем Зацепил Якобы В православии Остается А сам Из церкви Вышел Вот это Вот Гораздо Труднее Соединиться Гораздо Труднее Я вот Опечален За Михаила Вот Опечалили Вы меня Сегодня Я считал Что Михаил Нормально Все Я у него Всегда С него Пример Брал Я же Сколько Мы С адвентистами Ходили беседовать Вот там И Сколько Тоже Славных Великих Дел Делали Вместе И Павел Ну Павел Одна Сейчас Одна Печаль Осталась Ладно Ну Все Пока Наверное Давай До Следующей Встречи Ну Позвоню Вам Как Нибудь Спасибо Жестов Я рад Что Вы Бодрые Ну А чего А чего Главное Что Говорит Благотворение И общение Не забывайте Таковыми Божертвами Благоурождается Бог Вот Мы Побеседовали Пообщались А это Жертва Богу Евреям Знаете Да Конечно Спасибо Господи Рад был Вас очень Видеть Никите Привет Пусть Не унывает Никита У меня Рядом Стоит Вот Володя Где ты Володя Иди сюда Пусть Не унывает Да ладно Главное Работник Сейчас Это Вот Володя Я знаю Еще Сергей Есть Главное Работник Наш Да ладно Спасибо Все Хорошо Они Как Арон Иор Вас Поддерживают Да В борьбе С Амаликитянами Руки Вам А А еще Сергей Есть Сергей Там Этот Самый Как Убков Убков Он Кинолог Он С собаками Занимается Дрещерочник Профессиональный Ну да Да Вот так Нынче У них Поездка Была Мурманск Северную Область Захватили Массионерская Поездка Прошли Карелию Там Орловская Область Все Я не поехал Но Бог Дал Хороших Работников Марьясов Александр Дальнобойщик Ну и Все Нормально И машина Целая Вернулась Слава Богу А я видел Как они В деревню Ездили Вот Никита Там Сергей Они ходили С посохом Да Проповедали Потом Вот этот Который На французов Женился Там Виктор Сау Да Виктор А вы его песнопение Слышали Как он поет На мои стихи Не Если только Мельком Нет Не слышал А если я сейчас Вам проиграю Послушайте Ну А что Не послушать Почему не послушать А вот послушай За стихотворение За это Меня Ну как стать Обвиняют А я сейчас Вам дам Прослушать И вы сами Скажете Как вам понравится Так Минутку Сейчас Вот подожди Отъезд Новые песни Так Минутку Новые песни Вот Слушай внимательно Вот Называется Политика души Это мое стихотворение Он положил На музыку Политика Души Отдайте Шикотан И Кенигсберг Отдайте Пока еще Не поздно Поспешим Не удержать Богатств Хребят И лезут Тати Излишки Все Крестясь Отдать Самим Нас Не осудят Дети Проправнух Что мы во время Бурей Штормов Забор Трубили Мачты Не тараном Спасли Россию Ясностью Умок Лишь Дух Святой Умам Отверзит Ясность И оглашенных Выведет Застан Святая Библия Нам Быст Ведет Опасность Какой Грозит Тресучий Шикотан Какой Грозит Тресучий Шикотан Нельзя Несправедливо Непопогу Раскинув Руки Пьяным Борозить Когда Соседи Жмутся Под Богом Нам негде Жить Нам негде Жить По совести Силе Вымирают Люди Пустеют Города Из Росли Поля Мы Захлебнулись Что Еще Будет Когда Извернет Мертвецов Земля Лишь Дух Святой Умам Отверзит Ясность И Оглашенных Выведет Застан Святая Библия Нам Высветит Опасность Какой Грозит Тресучий Шикотан Какой Грозит Тресучий Шикотан Готовы Чаши Гнева Вихр Злопредный От Гнойных Ран Злобоние Из Брат Последний Конь И конь Как знаем Бледный И смерть На нем А сзади Виден Ад Что Непонятен Призыв Благодати С Примудростью И со Христом Выжить Да Мы Окружены И Спереди И Сзади И Всем Руководит Христа Продавит Жить Лишь Дух Святой Умам Отверзит Ясность И Оглашенных Выведет Заст Зат В report Какой Дух Святой Вам Отверзет Ясность И Оглашенных А вот окошки, посмотри, вот окошки, это тоже мое стихотворение. Окошки. Египетское чудо-совершенство, у ног моих свернул остящий круг. И гребит электрическою шерстью, с детьми умеет ласково играть. Вскрывая в каждой лапке пять кинжалов, безжалостно сумеет покарать. Когда их нос как недругу прижали, без пушек нам по нашему амбару. Каюку юту в наших погребах, с мышами мы ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Живой барометр уткнулся в непогоду, и загадя оно спрятало в хвосту. На все такая тварь хозяйстве годна, хотя и спит весь день, но уши на чайку. Малейший шорох распрямит пружину, и взгляд зеленых фар прорежет ночью. Прыжок стрелой не менее горшина, и крысам не избыть смертельных мук. Без пушек нам по нашему амбару. Каюку юту в наших погребах, с мышами мы ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Мурлычет, может, молится тому, спасителю, кому зовем на помощь. У кошки своя господа хамус, берет дима кинжалы устроточек. Свободой наделено эта тварь, и хвост не подожмет подстать собака. В мышинном царстве безраздельный царь, на ней строгори жимная рубаха. Без пушек нам по нашему амбару. Каюку юту в наших погребах, с мышами мы ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Иконы идолы, в кринках ли сметана, какая разница и лазить и сметать. Они так мало в Божьем тисанье, хотя за пользу можно дать медаль. Уж только разловил на голубя дне, лупил нещадно воровскую полость. Проходит время, подсыхают гадна, мы с ней миримся, скаемся чуть после. Без пушек нам по нашему амбару, каюку юту в наших погребах. С мышами мы ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Ну как? Про окошек очень хороший. Просто у него дар, конечно, от Бога. И голос хороший, и молодец, чудно. Про окошки мне очень понравилось. А вот этот стих, который первый, вы еще его когда, в какие годы написали? Да давно написал, давно. А то он по всем книгам берет. Тогда, когда был еще Борис Николаевич Ельцин, и ему там Коржаков, другие звонили, когда был в Америке, чтобы согласился, отдали Шикотан, чтобы с Японией установить добрые отношения. Но он не решился по пьянке, и потом жалел об этом. Я по горячим событиям пишу стихотворение. Ну и слава Богу, что Господь не дал ему. Он пьяный был, вылез. Там женщины ждут, встречают депутата, а он вылез и давай, говорит, на колесо мочится. Ну и это он всегда, это его была такая... Он выйдет, и он и в Киргизию так же приехал. В Киргизию прилетел и на колесо вышел. Обязательно описать надо колесо у самолета. Как собака, и каноническую территорию пометила. Да, 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 да. А потом дальше идет это. Он приехал, у меня дядя мой двоюродный, в аэропорту он раньше был, когда при советской власти начальником аэропорта, а когда в Киргизии он стал заместителем. И Ельцин, он с Акаевым, прилетел к Акаеву. Значит, они там погуляли. Ельцин уже приехал в аэропорт, привезли его. И он, значит, с Акаевым говорит, не улечу, пока мне не привезете там какой-то киргизский коньяк. Коньяк там, Манас, что ли называется. Не улечу, и все, давай вот коньяк. Ну, а что делать, у них с собой нету Акаева. Значит, они послали в Бишкек за коньяком. А мой дядька вывез там ящик какой-то и дал. Он говорит, о, смотри, какие у тебя работают мои парни. Он же русский, мои парни работают. Ну, и выпил там, опять пошел и улетел. Слава богу. А Тайку по Лысине так постучал, говорит, вот, и полетел. Да, это был такой. Да, пропала Россия. Это война и мир. Там князь Волконский умирает, и уже Наполеон, и он говорит, пропала Россия. Погибла Россия. Вот так. Ну что, Сергей? Ну, спасибо, Господи, спасибо, Господи, у вас за пение. Я посмотрю, мне очень интересно. Я еще там послушаю. Неделю через полторы этот ролик будет стоять. Там будет стоять уже Сергей Ильин. Хорошо, спасибо, Господи. Давай. Я могу позвонить. Отключайся. Давай. Давай. Вот такой наш разговор произошел. Сергеем Ильином. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать. С нашего канала. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...